Завершающая в июле колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова отправилась сегодня из Днепропетровска в Донецк. В автомобилях 400 тонн продуктов. Помощь получают мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. Среди них и те, кто живет в труднодоступных селах. Так в тоненьком, в 15 километрах от Донецка, люди находятся под постоянными обстрелами. Как они выживают, расскажут корреспонденты событий. На рассвете 20 машин гуманитарного рейса Рината Ахметова выехали из Днепропетровска в Донецк. Они должны преодолеть 370 километров дороги. Учитывая расстояние, а также учитывая факт прохождения контроля на блокпостах, мы вынуждены выезжать в столь раннее время. Гуманитарный груз Рината Ахметова имеет все необходимые документы согласно законодательству Украины. Мы готовы к различного рода проверкам и инспекциям. Помощь штаба получает сотни тысяч мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения. Даже в труднодоступных селах. Туда ее доставляют мобильные бригады штаба Ахметова. Село тоненькое, в 15 километрах от Донецка. Для получения набора выживания люди собираются вокруг бывшего магазина. Все разбито. Магазин разбитый, вы видите. Это наш единственный магазин, который нам давал хлебушек и тут ничего. Ни хлеба, ни воды. Прежняя хозяйка магазина Валентина Константиновна говорит, продукты привозят из соседнего городка дважды в неделю. Село постоянно обстреливают. В дом ее сына снаряды попадали 7 раз. Я если вижу этот дом, я туда сейчас не хожу. Я прихожу туда и я не могу смотреть на этот ад. Но несмотря на такие условия, люди возвращаются в родные дома. Было много у нас. У нас всего 286 человек с численностью. Сейчас по гуманитарным данным, по вот этим, у нас 140, 156. Утихает. Уси мы едем до дома. Нина Ивановна приехала из Авдеевки. Я спешила сегодня получить гуманитарную помощь. Белка, пойдем со мной. Пошли. Тебе тоже перепадет. Продукты она получила для своей матери, Анны Захаровны. В 88 женщина почти не ходит. Тебе гуманитарная помощь. От Ахметова. Мы тоже и войну пережили, и голодовку пережили. Вы терпели. Но нам так никто не помогал тогда. А что было, как могли, так и жили. А теперь видите, спасибо им. Я низко кладяюсь. Дом старушки, как решето. Ну, это все, насечки, вот эти вот, это все было в том году. Дочь забирала маму к себе в Авдеевку. Однако Анна Захаровна одна из тех, кто вернулся домой. Плачу не за себя, а за правнуки, не за детей. У меня 8 правных. Оставлять дома надолго просто опасно. Тетя Надя не было всего три недели. Приехали из дома, ограбили. И машину угнали. Вот такого света. А теперь обживаемся. Спасибо гуманитарке. Спасибо, спасибо мы. Они нас на свете держат. Мобильные бригады доставили помощь уже в 100 самых отдаленных населенных пункта Донбасса. Ольга Лостовецкая, Аполлина Вегера, Александр Довгань, Владимир Конопля. События. Канал Украина. Между миром и войной. Как создают демилитаризованную зону на Донбассе. И почему в Минобороны заговорили о возможном отводе танков и пушек. Об этом читайте на сайте сегодня. Больше важных новостей также ищите в разделе события.